Зависимость от вредных привычек является страшным заболеванием, которое необходимо устранить благодаря экстренному вмешательству специалистов. Человек-зависимый, увы, зачастую не осознаёт даже сам факт наличия проблемы, полагая, что он контролирует ситуацию. Реабилитационные центры могут месяцами пытаться вылечить человека, иногда безрезультатно, но мало кто знает, что чаще всего нужно в первую очередь обращаться к душе человека. Как показывает практика, сколько я вижу людей, сколько ко мне обращаются и приходят, там есть три пункта. Как получается эта зависимость, с чего она идёт, каковы причины. Основное всегда для меня — это каковы причины возникновения зависимости, потому что исходя из этих причин, я потом пытаюсь это решить. Потому что если, допустим, причина в непосредственной генетике, это вот, допустим, мама, бабушка, папа, дед, и вот это вот идёт строго по генам, это один момент. Но это бывает реже, на самом деле, это бывает реже. В основном, с чем я сталкиваюсь? Я сталкиваюсь с таким, что люди в процессе своей жизни сталкиваются с какими-то негативными ситуациями в своей жизни, с очень стрессовыми, это уход близких, развод, там, я не знаю, потеря работы, там, потеря любимых, в конце концов, да хоть что, и болезнь, может быть, какая-то. То есть какие-то такие негативные ситуации, которые потом идут, как некоторый такой толчок, в то, что люди уходят в зависимость. И причём зависимость может быть разная, она может быть хоть алкогольная, хоть наркотическая, хоть игровая, хоть даже сигареты бывают, курят по две пачки в день. Это тоже зависимость, это тоже зависимость, это тоже уход. И им комфортно в этом. То есть они уходят, это некоторое такое расслабление. Но, по сути, они уходят от той проблемы, которая у них была, а не просто её как бы закрывают. Мне надо найти вот эту причину, практически сразу её, кстати говоря, очень хорошо видно. И вот когда ты убираешь эту причину, допустим, какой-то может быть, например, тяжёлый развод, например, расставание, вот когда убираешь вот эту, стираешь информацию, потом вообще легко, то есть ты просто уже убираешь эту зависимость, и нет возврата, и нет уже возврата к зависимости. Потому что если очень часто, когда с этим работают, убирают только вот эту вершину айсберга, то есть саму зависимость, мы совершенно не просматривают человека внутри. Потому что они не понимают, они не видят этого. И очень многие люди мне про это рассказывают, что да, вот там пытались, пытались, но они не смотрят и не видят в корень, что у человека-то проблема осталась, что человек переживает по тому-то, тому-то поводу. Да, если он тебе даже и не рассказал об этом при встрече, но это не значит, что у него этого нет. Бывают случаи, когда, конечно, некоторая привычка. Тут немножко проще, тут нет завязки к душе, тут просто вредная привычка, которую просто убираешь, чтобы в голове не было некоторой этой привязанности. И всё. И там тоже человек, в принципе, он уже нормально себя чувствует, ему не надо. Далеко не все считают себя, что они в зависимости, они просто вот живут, считают, что у них жизнь прекрасна и всё хорошо. Ну, если вы так считаете, то, пожалуйста. Но, с другой стороны, есть много людей, которые хотели бы чего-то достичь в жизни, работать, создать семью, в жизни как-то состояться. Но, к сожалению, в своём, что те, которые ведут такое, скажем, социальное образование, они затягивают. То есть и вот это общество, ну, ничего хорошего они для себя не несут, ну, вот и при этом обычно уничтожают тех, кто нормальный, хороший, затягивают в это. Очень часто, когда зависимости уже переходят в некоторую такую стадию, это когда долго, много лет вот это всё в человеке сидит, очень часто, я, к сожалению, тоже наблюдаю, то есть ситуация происходит, подселение. Потому что тёмная сила, она всегда ищет слабых, а те, кто с зависимости, они слабые. Они энергетически очень слабые, в них подселяется, ну, не сразу, конечно, но через какое-то время, если вот так вот постоянно-постоянно, подселяется. И они начинают вести себя очень неадекватно. То есть они начинают и орать, и бегать, и бросаться, и кидаться, и всё что угодно. Это как раз вот говорит о подселении. Их очень тяжело возвращать к нормальной жизни, потому что там таких надо отмаливать. Отмаливать прежде всего. Потому что только снятие зависимости — это смешно. Потому что там вот это вот то, что в них сидит, оно их заставит опять пить. Вообще получается, что в обществе не принято рассматривать человека с двух разных сторон. То есть всегда рассматривать… У нас вообще не только в обществе, да, везде. Человек рассматривается только со стороны тела. Тело — это обычно следствие души. Душа — это вообще, скажем так, некоторый такой сосуд, в котором отражается всё. От начала и до сегодняшнего времени там всё отражается. И когда ты вот видишь, да, вот это, вот это случилось, ну как не исправить? Ну тут исправишь, и всё, и у человека жизнь начинается заново. У него нет смысла уже возвращаться к этому, понимаете? У него появляется новый смысл жизни.